В первом тайме зрители увидели целую голевую феерию. Уже на третьей минуте встречи трубники повели в счете. А к 25-й счет уже был неприличным. 7-0 в пользу хозяев льда. Тут наши хоккеисты позволили себе слабину и Металлург один мяч отквитал. Но затем за 9 минут с 32 по 41-ю полевчане отправили в ворота нижнятагильцев еще пять мячей. На что те перед самым перерывом ответили лишь единожды. Перед матчем начался снегопад, что могло сказаться на результативности в худшую сторону. К счастью, эти опасения не оправдались и команды уже за первый тайм показали результативность полноценного хоккейного матча. 12-2 впереди северский трубник. Во второй 45-ти минутке не ушедшие в перерыве домой зрители смогли увидеть еще несколько самых разнообразных голов. Солировал, как и в первом тайме, северский трубник. Как итог 19-5 очередная крупная победа полевских хоккеистов. Ложкой дегтя в бочке победного меда стало то, что в очередной раз в этом сезоне трубники не смогли сохранить свои ворота в неприкосновенности. Видимо я не дождусь, когда у меня и в защите будет все в порядке, и в нападении все хорошо. Очень хочу отыграть отличный матч, но опять сегодня не получилось. Ну и будем надеяться, еще игры есть, что на ноль сыграем дома хоть одну игру. А так, ребятами доволен, результативно сыграли, уверенно. Так что две игры оставшиеся нужно на таком же уровне отыграть и будет все хорошо. Отметим также, что игра была не грубая. По одному штрафу представители команд получили лишь за неспортивное поведение. Что касается бомбардиров, то в этот раз Дмитрию Сустретову удалось перестрелять Павла Чучалина. На счету первого пять забитых мячей, но Павел тоже не сильно отстал и свои дежурные четыре гола все же забил. Теперь на его счету 63. Максим Исаенко, Алексей Карипанов, Новости 11 канала.